геометрическое происхождение и сначала я хочу сравнивать теорему, которая является прообразом ну так и дальним прообразом и ухранителем геометрических подтверждений которые здесь будут теорема Янковского показанная глубоко в XIX веке она утверждает, что группа дайте я сформулирую высокопарно, но это на самом деле будет означать уж простую вещь GLM имеет ограниченную и конечную подгруппу это значит буквально то, что написано существует такая константа что порядок любой конечной подгруппу, которая сюда умещается не происходит от константа он не происходит от константа это сложная теорема? это не сложная теорема и более того, поскольку я пытаюсь слабость к всяким архаичным теоремам давайте я даже не могу отказать себе удовольствие чтобы ее доказать давайте я докажу надо же, чтобы на доске оказывалось иногда что-нибудь сделать на стоянке первый шаг правда, это, конечно, не буквально такое, как в оригинале но идея, кажется, использовалась приемом теха давайте я вместо того, чтобы доказывать это для группы ж или над зет докажу для чуть-чуть большей группы а именно группа ж или над зет группа целых чисел вложена в группу в качестве подгруппы в группу целых поэдических чисел для этого возможно ВП у меня устроят любые поэдические числа кроме 2 одических чисел ну, допустим, 3 одические числа вот группа ж или над з содержится в качестве подгруппы в группе ж или над 3 одические числа для доказательства дошли бы и 17 одические тоже и ограниченность качества подгруппы я буду доказывать для вот этой большей группы и более того доказательства приходят вместе с конструктивной оценкой на порядок этих групп ну, немножко завышенной, но по крайней мере конструктивной что на самом деле мы будем доказывать что вот у нас есть из из три одических чисел есть гомоморфизм в группу из трех элементов и между группой матриц тоже есть гомоморфизм он называется суръективной мы будем доказывать что гидро не содержит элементов в конечном порядке а значит любая ну, гидро огромное, потому что эта группа конечная эта группа конечная но уж любая конечная подгруппа здесь складывается сюда и заморфна потому что гидрона содержит элементов конечного порядка то есть и более того, порядок любой конечной группы не больше, чем порядок вот такой группы порядок такой группы легко посчитать простой вопрос как считать порядок группы глн совершенно понятно он берет ну, допустим, если я здесь написал z, то он просто берет все по модулю 3 матрицу по модулю 3 а в театрических чиселах тоже можно брать по модулю 3 так вот, давайте то есть мне надо сразу вдыхать вот эту фразу предположим, что есть такая матрица, которая сравнима с единицей по модулю 3 то есть, как бы лежит в ядре этого тела она имеет вид 1 плюс 3a, такими словами где a это слово целая триодическая матрица такая, что она имеет конечный порядок то есть m с сетей r равно 1 ну, я сейчас опять же напишу некоторое вычисление длиной в полстрочки а потом скажу, что оно значит но я хочу от этого равенства взять логарифм а потом экспонент то обратно m с сетей r равно экспонента от логарифма от этого дела то есть от r логарифмов m и это дело равно 1 но когда экспонента от чего-то равно 1 значит, что r логарифм m равно 0 а это значит, что логарифм m равно 0 а это значит, что m равно 1 ну, вот такое вычисление мы бы все доказали, если бы только все входящие сюда персонажи имели бы смысл вообще, что такое логарифм целлоочистной матрицы понятно, что это ни в каком смысле не целлоочистная матрица но я утверждаю, что все вот это вычисление имеет смысл в группе триодических матриц то есть там существует корректная операция ну, точнее, как бы, матриц вот такого вида то есть от матрицы такого вида можно взять логарифм он будет вполне корректно определенный с триодической матрицей и от него обратно можно взять экспонент а для этого, чтобы в этом убедиться надо просто написать ряд и проверить, что он используется в триодических числах в триодических матрицах значит, ряд для логарифма устроен как? ну, вот у меня m представлен в виде 1 плюс сколько-то я должен написать 3a минус 3a в квадрате пополам прибавить, ну и так далее плюс-минус 3a в степень на m ну, здесь триодическая норма матрица а не отрицательна а триодическая норма тройки равна единице соответственно, триодическая норма того, что написано числителя не меньше триодическое нормирование не меньше, чем m а триодическое нормирование m, числа которого знаменателя то есть триодическое нормирование, это самая большая степень тройки на которую... самый большой показатель степени тройки, на которой делится число m он устроен, ну, примерно, как логарифм m то есть он сильно меньше, чем m поэтому триодическое нормирование вот этого дела большое и положительное и по определению метрики, нормы, это дело сходится в треонических числах. Сейчас я оцениваю просто коэффициентом. На матрице ты не берешь никакую норму? Это целокислая матрица. А вот эти тройки не подходят. На этом и так подходят. В следующей строчке не подойдут. То есть целокислая матрица, то есть нормы минимум мысли, нормы всех элементов, да? Ну да, да. А вот в следующей строчке, вот это, так сказать, более безопасное вычисление. Да, но и заметим, что все это дождается на 3, можно тройку вынести. То есть эта штука, во-первых, имеет смысл, во-вторых, равно 3b, где b некоторая целая триодическая матрица. А теперь нам надо взять от этого 3b обратно экспоненту. Надо вспомнить, как пишется ряд для экспонента. Где-то 1 плюс 3b плюс 3b в квадрате пополам. И где-то там, вдалеке, стоят члены вида 3b в степени n, поделить на этот раз же на n в катериалу. И вот тут у нас есть небольшая потенциальная проблема, потому что у n в катериалу, вообще говоря, тоже большая триодическая норма. Вот нам ее надо прикинуть. Сейчас окажется, что триодическая норма у него все-таки меньше, чем n, а 2-одическая примерно равна. Ну и 17-одическая еще меньше. Что такое периодическая норма у него от этого в катериала? Ну, это максимальное количество троек, на которые он в катериал делится. Как это прикинуть? Ну вот, у нас каждое третье число от 1 до n делится на 3. То есть здесь у нас заведомо есть примерно n на 3 троек. Но на самом деле некоторые числа, каждое 9 число, делится на тройку не в первой степени, а в большей степени. Ну вот, если у нас есть вклад каждого 9 числа, то надо будет на каждое 9 накинуть еще по 1 тройке. Но каждое 27 делится на тройку в третьей степени, поэтому я на каждое 27 накидываю еще по 1. Ну, вот здесь какие-то целые числа, части стоят, конечная сумма какая-то, но давайте не жадничать, оценим это сверху, тем же самым, без нижних целых частей, и сделаем сумму бесконечной. То есть здесь n на 3, здесь написано 1 плюс 1 третья плюс и так далее. Здесь написано n на 3 помножить на 1 на 1 минус 1 на 3 равно n на 2, то есть это меньше чем n. Вот если бы я сюда поставил двойку, то у меня здесь был b. Это единственная простая числа, для которой это впечатление не работает. Ну все, рядные экспоненты сходятся, все это впечатление имеет смысл, гидрой не содержит элементов кручения. Заметим, что здесь можно было бы поставить здесь целые числа, но можно сюда поставить рациональные числа, потому что любая конечная подгруппа внутри группы JLN от рациональных числа сохраняет некоторую решетку, и поэтому на самом деле сопряжена подгруппой JLN от Z. Можно вместо рациональных числа поставить любое числовое поле, то есть конечное расширение поля Q, но это такие уже дешевые обобщения. Вторая теорема про образ, еще более архаическая, которую доказал Камиль Жоадан в 1878 году. Вот тот, который через букву J, а не через букву E, она говорит про группу JLNC, и говорит, что... Ну такая ограниченность, конечно, для группы JLNC шансов быть не имеет, потому что там, конечно, имеются конечные подгруппы сколько угодно большого порядка, Но Терем Жоадан говорит, что сложность этих групп не очень большая. Сложность в том смысле, что, конечно, можно туда носовать больших абелевых подгрупп. Взять какой-нибудь тор и туда набегать абелевых подгрупп. Но давайте признавать такие группы простыми, считая, что сложность живет... Сложность мерится фактором по такой простой, не в смысле теории группы, а такой понятной группе. Она говорит следующее, что существует такая константа, зависящая только от N, что в любой конечной подгруппе... Сейчас, а с двойкой там не хватает, да, на запас? Не сходится, да? Да-да, вот там в этом месте просто... Вот если ты проведешь это вычисление с двойками 1 и 2, здесь будет просто N, и, по крайней мере, этого вычисления не работает. Теремия продолжает быть, верно? Да-да, надо вложить два одички числа в четыре одички, там как бы, там костюм. А, то есть ядро тоже не содержит примерно в конечном порядке, да? Взять подлаза? По-моему... По-моему, тоже не содержит. По-моему, это вычисление как-то спасается, но... Ну, то есть константы вырезают явные, вот как бы... Из этого же вычисления получается явная константа, правильно, на порядок? По-моему, значит, я вот точно не помню, но мне кажется, что для того, чтобы работать с группой два одички числа, надо их заменить на четыре одички, дальше как-то там попробовать. То есть, кажется, здесь можно... ну, теорема верна для двойки тоже, но подробностей я не помню. Я бы считал, что, как бы, больше мотивированного... Обычные целые четыре одички. Да? Четыре одички что-то. Ну, то же самое, как бы... Ну, в общем... Я говорю, подробностей не помню, по-моему, это верно всегда, но... Такое простое доказательство бывает там, для тройки уже. Теорема еще более хроничная, еще более 19 века. Для любой конечной подгруппы в желе на С существует внутри нее нормальная Аблева. Такое, что ее индекс ограничен вот этой констанцией. Давайте я скажу очень быстрый набросок доказательства. Ну, это теорема посложнее, но у нее тоже красивое такое идейное доказательство. Насколько я понимаю, в зависимости от такой опытности человека в теории групп, ну, или, можно так сказать, в теории алгоритических групп, люди различают, чем опытнее человек в такой теории, тем он меньше знает доказательств. Я видел некоторое обсуждение на матовое рифлоу. Ну, как бы, 19 век, с тех пор теорема простая, всем понятно, с тех пор ее передоказали в десяти местах чуть-чуть по-разному. Я видел на матовое рифлоу обсуждение, где кто-то говорил, что, ну, огромное количество учебников, где это доказано своим способом, но по сути-то доказательства всего два. И тут пришел какой-то такой гуру, такой Джеффри Робинсон, который сказал, ну, граждане, какое же два? Все-таки, как бы, вот, даже в этих двух доказательствах где-то глубоко, и вместо вот одна идея, поэтому давайте считать, что доказательства одну. Вот. Но, это, наверное, все-таки не то привлечение. Я еще далеко за такое ступенькое предсказание. Вот, по крайней мере, простому человеку обычно кажется, что там, ну, тут есть более сложные алгебрические доказательства и менее сложные доказательства, которые немножечко используют, чуть-чуть используют, так сказать, метрику, точнее, операторную норму. Вот, я сейчас скажу набросок вот этого, более простого доказательства. Во-первых, можно считать, что любая группа сопряжена под группой группы унитарных матриц. Поэтому можно считать, на самом деле, что G содержит не в G, а в группе унитарных матриц. Дальше, если существует элемент в этой группе G, который не скалярный центральный, тогда, ну, как устроен... Тогда вся G содержит централизатор этого центрального элемента, а как устроен централизатор... Да, этот элемент, конечно, порядка, он дегонализуется, а как устроен централизатор диагонального элемента? Ну, и плюс-теписки дублочных матриц. Тогда вся группа G содержится, на самом деле, не в U от M, а в произведении каких-то U от H1, U от HM, где-то просто размеры блоков. Они в сумме дают N, но каждая из них по отдельности меньше, то есть элемент не скалярный. Ну, и, значит, можно применить индукцию и считать, что для такого случая по индукции теорем это доказано. Поэтому можно считать, что нет не скалярных центральных элементов. Второй ход состоит в том, что группа LATEN компактна. Поэтому можно взять какой-то маленький шарик маленького радиуса, ее покрыть шариками и посмотреть на нее подгруппу, которая порождена элементами близкими к единице. А в случае, если нет не скалярных элементов? Значит, еще раз. Если есть не скалярных центральных. Если есть не скалярный центральный, тогда вся группа содержится в ее централизаторе. Вот он такой не скалярный, мы его приводим к диагональному виду. У меня получается нетривиальный диагональный вид. Например, одно собственно значение и другое собственно значение. Значит, вся группа наша содержится в ее централизаторе. То есть такой блок, сякой блок. То есть она содержится в произведении унитарных групп уже меньшего размера. И мы можем все поедукцию свалить, так сказать, на этот случай Поэтому я буду считать, что нету нескалярных центральных элементов Но, более того, я сейчас немножечко упрощу свою задачу А именно, я запасусь каким-то эптилом, маленьким числом И, так сказать, по смыслу он должен быть, ну, там, меньше одно n, или, точнее, меньше синуса чего-то И рассмотрю подгруппу, которая порождена всеми элементами g, которые попали в этот маленький шарик Вокруг единицы Поскольку у нас всего таких шариков конечное число, то индекс этой подгруппы в g ограничен константой, зависящей от количества шариков То есть индекс g не превосходит какой-то константы, которая зависит от n и от epsilon, ну, уж по смыслу количества этих шариков Поэтому достаточно доказать... Достаточно доказать... n, ну, мы для g и n работаем, точнее, в u от n Достаточно доказать все наши утверждения для g' Потому что, если у вас есть нормальная группа в группе ограниченного индекса, которая сама имеет ограниченный индекс То она сама может быть не нормальная Ну, нормальная, нормальная, не обязательно нормальная Но тогда есть чуть более маленькая нормальная подгруппа, из которой можно все равно ограничить в этих термах Поэтому я теперь буду считать, что я работаю в группе g' Ну, и вот к ней применимы все вот эти вот предыдущие фразы тоже Я могу считать, что g' не содержит Нескалязных Центральных А теперь пусть 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 g' в ближайших единице в операторную норме нескалярный элемент Ну, нескалярный элемент Сейчас я докажу, что он центральный и получу противоречие И пусть а какой-то элемент из g' Ну вот я сейчас докажу, что g коммутирует с любым элементом из g' Но у меня достаточно коммутирует только с порождающим Поэтому я буду считать, что он сам по себе тоже близко к единице А теперь Ну вот меня интересует расстояние от коммутатора этих элементов g' g' h' 1 до единицы То есть норма Норма от матрицы Ну там можно по-разному вводить норму Ну там любым способом, которым мы ее вводим это вычисление с 1 Норма расстояния до 1 точнее расстояния до 1 мы можем умножить это выражение на любую унитарную матрицу g' h' унитарная матрица Поэтому это то же самое, что g' 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 j' g' 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 я понежность треугольника напишу, что это то же самое, что норма g-1 на h-1 плюс норма h-1 на g-1 а это, в свою очередь, и то, и другое равно норме g-1 помножить на норму h-1 норма g-1 какая-то, а норма h-1 меньше, чем ε ну, я могу считать, что ε меньше 1 и 2, поэтому это строго меньше, чем норма, чем расстояние от g до 1 итого, вот этот вот коммутатор, давайте я обозначу буквы r он уже ближе к 1, чем g а g был нескалярным элементом а, ближайший к 1 нескалярным элементом, поэтому f это скалярный элемент а, с другой стороны, это коммутатор то есть это скаляр, у которого на диагонали стоит, ну, у него у коммутатора подвигатель разъединится значит, что это скаляр, где на диагонали стоит какой-то корневной степени изъединится диагональный элемент, где стоит какая-то zn и так далее, та же самая zn но корень 1 и степень m их конечное количество, они не могут быть, а ε я мог выбирать каким угодно но, в общем, эта штука не может быть очень близко к единице она уж либо попала в единицу, либо находится от нее на каком-то ограниченном снизу расстоянии я могу считать, что ε меньше этого расстояния, но такой элемент должен быть ближе к единице, чем ε это значит, что zn равна единице ну, и a правильной единице и g коммутирует со всеми значит, g центральный нескалярный элемент хорошо, на этом с XIX веком мы, наверное, закончим и оказывается, что вот тем двух свойствам, которые написаны в теореме Менковского и вот в этой теореме Жордана удовлетворяют очень много групп геометрижного происхождения ну, как бы, не все, но многие интересные т.е. много разных групп дифиоморфизмов компактных многообразий много групп автоморфизмов алгебраических многообразий и групп даже геометрижных автоморфизмов в общем, давайте для краткости вот это свойство будем называть свойством Жордана то есть это обязательно одно свойство свойством ограниченной конечной группы но это верно для любого cin XIX в Hopple ну, это вот последняя характерище к нему сложно, точно, точно значит, конечно, что можно все комплектные числые здесь не важны это верно для для любого алгебруичка к размеру то поле характеристик 0 это верно для любого алгебраички незам� топ то поле характеристик нemp Nano это верно для j11 может заменить за бесплатно на любую линейную алгебруичку группы а все равно вкладывается уже ее То есть, может, подожди, характеристики 0, Q, что ли, можно взять, или какую? Она меньше, чем Q А, Q, да, показалось, что вообще граничная Это свойство, мы будем говорить, что это свойство выполнено для какой-то группы гамма где-то любой конечный подгруппы в группе гамма в ней существуют нормальные абелевые ограниченные границы Свойство Джордана выполнено для... Алгебраическую группу любую можно брать, да? Ну, я сначала скажу тривиальное утверждение для линейных алгебраических, то есть, афинных алгебраических групп над пулем характеристики 0 Я, как правило, буквально следствие отсюда Оказывается, что алгебра здесь не важна Это верно для любой группы Ли Ну, в группе Ли можно создать себе любую дискретную часть Вот если не злобствуюсь с дискретной частью, тогда для связанной группы Ли Это доказал попуг в 2016 году Ну, кажется, на самом деле, как-то... У этого теорема доказательство занимает примерно две строчки И, как обычно бывает, теорема, у которой доказательство занимает две строчки Ну, точнее, вывод ее из этой теоремы 19 века, из моей две строчки Как обычно бывает теоремы, видимо, их человечество доказывало неизвестно какое-то количество раз на своем пути Кажется, на самом деле, в 70-х годах доказывал человек по фамилии Ли Ну, правда, через другие буквы Но, давайте регистрируем последнюю Последнюю, пришедшую к финишу Доказательство в две строчки состоит в следующем Что у связанной, ну, у нас связанной комплексной группы Ли У нее есть... или вещественная У нее есть максимально компактная подгруппа И у максимально компактной подгруппы хорошая теория представлений То есть, например, у нее есть конечномерное представление без ядра А с другой стороны, все максимально компактные сопряжены И более того, любая конечная подгруппа Любая компактная подгруппа сопряжена подгруппой максимально компактной Сейчас любая конечная подгруппа засовывается в эту максимальную компактную Значит, у самой группы Ли теория представления может быть дурацкая У нее может... мы не знаем, есть ли у нее или нет конечномерное точное представление Но у компактной группы, которая содержит все доступные конечные подгруппы, есть точное представление. Значит, она вкладывается в какой-то жирен и верна вот этот теорем. А у Попова рассуждение какое? Вот это рассуждение у Попова. А у Ли? Вот это я не знаю, потому что это я буквально где-то прочитал у каких-то китайских людей на архиве, которая ссылается на какую-то статью 70-х какого-то года на похожую теорему, но она звучит настолько похожа, что я сильно подозреваю, что в 70-м году люди знали уже что-то такое. Для группы автомархизмов проективных наговорений. Группа автомархизмов проективных наговорений устроена так. Там есть связанные компоненты, которые алгебраическая группа. Да, ну давайте я пропущу, вот это я пропустил. Вообще, вот здесь это верно для линейных алгебраических групп, но на самом деле это верно и для любых алгебраических групп. Но это можно либо некоторым усилием выводить отсюда, либо из теорема Попова. А группа автомархизмов проективных наговорений устроена так. У нее есть связанные компоненты, которые являются алгебраической группой. И дискретная часть. Группа связанных компонентов. И группа связанных компонентов вообще-то довольно злобная. То есть она может быть, например, неконечно порождена. Есть такие поверхности проективные. Есть такое раздутие в двух точках. У которых группа автомархизмов бесконечно порождена. Но дискретная бесконечно порождена. Но вот некоторым моим рассуждением можно показать, что вот эта группа компонент, она на самом деле очень бедна на конечной подгруппе. То есть там верен аналог теоремы Минковского. Для этой вот дискретной группы. Как это получается, что она бесконечно порождена? А можно как на пальцах объяснить эффект? Нет, можно объяснить на пальцах, почему это не противоречит конечной порожденности группы автомархизмов в партии К3. Почему? Потому что подгруппа... Ну, то есть, грубо говоря, когда мы выдуваем какие-то точки, мы выделяем какую-то подгруппу, которая уважает вот эти две точки. Но подгруппа в конечной порожденной группе не обязана быть конечной порожденной. Нет, это не дает конструкцию. Просто объясняю, почему эта конструкция не очень удивительна. Но, чтобы ее аккуратно провести, это не... Ну, это так... Аккуратное рассуждение... Это несколько страниц такого аккуратного слежения и вообще этой теореме типа четыре года. То есть... Таких патологических примеров научились тут совсем недавно. То же самое верно для групп биррациональных автомархизмов. А про регулярные можно еще спросить? Да. А вот если взять... Нано-продотикой будет группу автомархизмов АН. Кого? АН. Ну, афинного, н-мерного пространства. То есть... Вот эта отчетка будет следовать из-за того, что... А, эспирец. Она вкладывается в группу биррациональных автомархизмов в проективное пространство. Для групп биррациональных автомархизмов, рационально связанных многообразием, все характеристики научного. Рационально связанное многообразие в таком многообразии, в котором через любые две общие точки проходит рациональная кривая. Ну, например, проективное пространство. А, и... Вот этот теорем доказали мы с Юрием Игорьевичем Прохоровым лет десять назад. И более того, тут известно, что... Ну, там в группе линии участвовать нет ли константа, которая ограничивает какие-то индексы. И в качестве этой константы можно взять универсальную оценку, которая зависит только от размерности. И тут к этому прилагается теорема, которую доказал Егор Ясинский. лет пять назад, что в размерности 2 эта константа равна 7 передвисия. И тоже мы с Прохоровым доказали, что в размерности 3 она меньше, чем 10 десятый, но точное значение искать уже муторно, поэтому его искать не так. Хорошо. Ну, в общем, как бы... То, что я хочу здесь объяснить, что многие интересные группы этому слову удовлетворяют. Удовлетворяют, так сказать, вот можно конструктивно проследить, какие там константы вовлечены. Поэтому можно себя спросить, а что же происходит... Вот в характеристике ноль все очень неплохо. Что же происходит в конечной характеристике? У нас короткий ответ состоит в том, что все сразу ломается. Например, если у нас есть алгебрический замыкание конечного поля характеристических П, то уже в группе автоморфизмов... Дайте я возьму не ЖЛ2, а ПЖЛ2, но они не сильно отличаются. Заодно ПЖЛ2 это группа автоморфизмов в некой коллективной многобратии, коллективной прямой на поле характеристике П. В группе ПЖЛ2 от ФП с чертой имеется последовательность групп вида ПСЛ2 от Ф, от конечного поля, из П в серебняка элементов. Вот там есть бесконечное количество таких подгрупп. Почти все эти группы, ну, за мельчайшими исключениями, там есть два исключения, по всеребняке Карлова двум и трех. Это простые группы. А в простой группе нету нормальных аглевых подгрупп, кроме тривиальной. Поэтому в присутствии каждой группы дает оценку снизу на потенциальную константу Жордана равно просто порядку этой группы. Порядок этой группы растет в бесконечность. Ничего невозможно. Поэтому, давайте я успею до конца доклада сказать две речи. Вот тут есть некоторое курьезное семейство примеров, связанное с геометрией в конечной характеристике, когда такая же теорема все-таки выполнена. Это конечные поля. Вот есть много разницы над конечными полями. У них даже группа атоморфемов, не говоря уже о группе атоморфемов, совершенно никому не обещали быть конечными. Ну и, как правило, они бесконечны. И во всех разумных случаях имеют неограниченные конечные подгруппы. То есть даже свойства Менковского для них не выполнено. Но мы тоже с Сергеевичем Прохоровым в 2021 году доказали, что группа атоморфемов P2 над припинплостом с синтоконечным полем все-таки такого свойства удовлетворяют. И что константа, которая здесь вовлечена, ну, давайте об этом числе для краскости константы, зависящей от Q, константы, которая ограничивает индекс нормальных обрыв подгрупп, равна порядку группы B, G, L3, A, Q, при всяком Q кроме, может быть, 2, 4 и 8. И к этой теореме имеется добавочная теорема, которая доказала такая... Костя, а у Василия Ивановича на последней теореме именно для Q2, или там гораздо более общее можно обратить? Да, но тут, после этого сюда пришло молодое поколение. Здесь вообще есть такая другая теорема, про которую я подробности комментировать не буду, но это продумала такая Аня Савельева, что на самом деле, если х, у него есть первый пункт, что если х, это произвольная поверхность над конечным полем, тогда группа аберрациальных фотоморфизмов х всегда этому случаю удовлетворяет, а вот группа аберрациальных фотоморфизмов P3 над конечным полем уже не удовлетворяет. То есть это действительно очень много совпадений. Это конечное поле и это маленькая разберка. На самом деле это не альтернативное доказательство, потому что это такое брожение по классификации и некоторое количество наблюдений, из которых... А ваша для этих двух? Она для P2 до количества... Ну да, я скажу сейчас буквально пару слов про доказательство. Значит... Ну такая стандартная линия рассуждения состоит в том, что вот эта вот огромная плохая группа, но каждую конечную подгруппу в ней действует обычными автоморфизмами на какой-то радиациональной поверхности. И более того, с помощью программы нейронных моделей можно свести эти поверхности можно брать их из двух подклассов. Это либо поверхности гриппеция, которых ограниченное количество, и у них у всех группы автоморфизм просто конечная. Поэтому они здесь ничего не ломают. А второй класс это расслои на конике. Расслои на конике, то есть такие поверхности, у которых есть морфизм на P1, слои которого это коники. И, опять же, как устроена группа автоморфизма в такой поверхности, которая уважает вот этот морфизм? Ну, у нее есть фактор, который действует на P1 без ядра. Это, опять же, конечная группа. Она ни на что не влияет. А ядро действует на схемно-теоретическом общусловии, которое является коникой над полем функции на P1. Это плохое поле. Оно, во-первых, уже не конечное. Оно, хуже того, несовершенно, не поверю с этого слова. Но, тем не менее, поскольку... Ну, все-таки тут уже говорим про кривую над этим несовершенным полем. И, ну, так вот, подумав про то, как устроены там, например, коники, можно вывести для нее вот этот вот, сквозь жардана для этого вот, фотоморфизма схемно-теоретического общего слоя. А потом из всего этого как-то собрать теорию. Ну, вот давайте я еще прорекламирую еще один добавок к этой теореме, которую доказала Анастасия Укулова в этом году. Вот состоит в том, что... Ну, вот она додумала вот эти константы. что G над полем из четырех-восьми элементов Ответ такой же. А вот над полем из двух элементов... Ответ другой. Над полем из двух элементов. Группа PSL3 содержит 168 элементов. Ну, это такая простая группа. Она же, группа PSL2 над полем из семи элементов. В общем, тут есть какие-то исключительные заморфирмы. А Констроль жардана равна семьсот двадцать. И эти семьсот двадцать возникают... люди, которые имеют минимальнейший опыт обращения с конечными группами, знают, что семьсот двадцать может быть...